А Борисия исцеляется только постом и молитвой А всякий грех, он тоже исцеляется постом и молитвой Поэтому помните, я говорю, не могу никак А сколько ты постовал? Ну, в среду, в пятницу и то не всегда Так, какой это пост? А наложи на себя пост, говорит, пост и молитву И мы читаем даже в Ветхом Завете, когда накладывали пост и молитву на всех людей Вот, вы вспомните Ниневия, как было Будет погибнуть, так царь наложил пост-то на кого? И на людей, и на весь скот Это можно представить, что, ну, скажем, город там был не миллионный, наверное, поменьше Но все равно, скотина-то всякая была, представьте, какой рев был бы Здесь, если утром я дал, а до вечера забыл, там что-то засудил, нет То вечером уже, о-о-о, кричат все, просят А это какой рев был? Представьте, какой И что? Господь уже предназначил Порок ждал, когда будет разрушенный город Ждал и огорчился, что, эх, как бы вроде обманутым он оставился Понимаете-ка, что пост должен быть, именно пост не только Что я не буду есть сегодня мясо А поем только там что-то такое Менее, как бы сказать, существенное Это не пост Пост, когда ты постаешь и телесно, и духовно Когда ты углубил молитву Сколько кофизм в день сегодня в пост прочитываю? Кто из вас? По уставу должно быть 9 кофизм А хотя бы за утренний, за вечерний Молитвами по одной кофизме Обязательно По одной-две кофизмы Прочитайте Это очень, как сказать, располагает Душу К молитвенному настроению Ночью, говорит, спать не могу Встать не можешь Встань, открой, почитай Один псалом Второй, третий Не уснул, еще читай Тридцатый прочитай Пока не заснешь над псоцирью Читай И это будет во благо Поэтому помните, что всякий грех Из нас мы можем Изнать только постом и молитвой Если бы за каждый пост Мы старались избавиться от одного греха Который нас мучает Хотя бы от одного А в год четыре поста И в каждый пост уже от четырех грехов Избавить Так к концу жизни мы были бы уже ангелы Но этого-то нет Сегодня пришли, как и все эти же грехи Завтра опять то же самое И послезавтра то же самое опять То есть что? Надо все-таки об этом как-то думать Конец приближается Тогда, говорили, что время близко Еще апостол Павел говорил Близко время И Господь говорил, что близко время уже А прошло-то уже две с лишним тысячи лет Понимаете, как близко все Нам еще ближе сегодня И все время И все сегодняшнее время Показывает нам, что Время идет Не какими-то сожжениями Этими метрами А идет Великими сожжениями Шагает Посмотрите За последнее время Сколько изменилось И даже за эти два года Как изменился Изменили образ мышления Изменили образ жизни людей То есть стоим, можно сказать, на пороге На пороге просто уже всего А военные, говорят, в слухах вы слышите Сегодня военные случаи такие, что Просто все уже говорят Мировые политики Что стоим на грани Третьей мировой войны Она неизбежна, наверное Что ли? Прямо все Ты посмотрите, сколько вокруг России Какие идут нагнетания Россия самый злейший враг в мире, оказывается А забрать себя почему? Да потому что Много мы набрали земли А других мало Нет ее Не хватает Но мы никому это Не отдадим ее Это наше А распорядиться, как следует С ней не можем Мы самые богатые в мире Но самые бедные Можно сказать А те, кто не имеет ничего Другие страны не имеют никаких Ни нефтяных Ни угольных запасов Ничего нет Но не Богатее нас в несколько раз Посмотрите, как это Как же так-то? А у нас все есть И золото И нефть И уголь И лес есть Все есть у нас А Главного не хватает у нас Что Нет у нас мудрости И разума А это нужно просить у Бога И Господь тогда даст Аминь Аминь Причастники Поблагодарим Господа Слава тебе Боже Слава тебе Боже Слава тебе Боже